Что говорить, нам игра удалась, удалось забить достаточно мячей. В принципе, всем игроками я доволен на сегодняшний день, те, кто играл. Ну и, конечно, не будем сбрасывать еще вторую игру, хотя счет достаточно комфортный для нас. Но, тем не менее, конечно же, мы будем готовиться очень основательно к этой игре. Потому что, вы видели, команда достаточно непростая. Так, как мы планировали, игра была достаточно и интенсивной, и быстрой. И, по сути, было все на власке. Или же мы забьем больше, или же команда соперника сравняет счет. Поэтому нам удалось переломить ход игры во втором тайме. Конечно, мы довольны. Во-первых, поздравляю вас с победой. Во-вторых, очень интересно, вот сейчас ваш предыдущий Галерий Вархинский подставил под сомнение справедливость назначенного пенальти, во втором тайме на гастроле. Вы как считаете, действительно там было сомнительное что-то? Или все-таки... Ну, наверное, главный тренер Хико был достаточно далеко от этого момента. Судья был ближе, и он намного видел эту картину. В частности, то, что я могу сказать по этой ситуации, то я еще не смотрел повтор, но мне показалось, что там нарушение было, потому что Володя принимал мяч, а игрок команды Хик на полном ходу вошел в Корпус Володя. Вот то, что я видел. Вы можете согласиться с тем, что это был переломный этап матча? Вот как сказал, опять же, ваш предыдущий Галерий Вархинский? Я думаю, что нет, четвертый гол был перелом. Ален Георгиевич, бросилось в глаза, что последний день с матчем с «Зенитом» ротация была минимальной. Настолько важным в вашем представлении был сегодняшний матч, или те, кто остались в запасе, Али, Вандерсон и Джейчик, они не готовы сейчас выходить в стартовом составе? Я думаю, что все игроки готовы выходить в стартовом составе. Почему выбрал этот состав? Потому что, во-первых, посчитал нужным поставить тех игроков, которые достаточно хорошо отыграли с «Зенитом». Во-вторых, у нас хорошие замены, я сегодня это подтвердил, и все игроки. Бастеров, Вандерсон, Ари и Дима Торбинский, они вошли очень серьезно, очень хорошо поддержали темп игры. Вандерсон забил, Ари хорошо подыгрывал. В концовке Дима Торбинский мог забить. Поэтому, по сути, очень хорошо получилось, что они продолжили нашу иглу атакующую. Я хотел спросить, насколько серьезны травмы Перейра и Лабарде когда они могут тренироваться? Перейра сегодня уже начал тренироваться. Тренироваться индивидуально, Лабарде пока еще проходит курс лечения, но я думаю, что на этой неделе, я думаю, что он начнет тренироваться, я имею в виду на этой неделе, потому что, может быть, даже завтра же не вернусь. Игра не очень хорошо началась для нас, конечно же, мы сразу пропустили, запустили, затем главный судья назначил вот этот пенальти сразу же. Но мы, тем не менее, показали характер, мы тоже заработали пенальти, к сожалению, не забили и потом забились с игры с углового. Второй тайм начался, в принципе, неплохо. 2-1 счет нас устраивал по большому счету, но вот опять же, поступки главного арбитра матча, когда он назначает второй пенальти в наши ворота, ну, да, там, может быть, можно было давать желтую карточку за симуляцию, наверное, но не знаю, как-то это все, это не очень понятно. И Краснодар сам по себе опасная команда, когда они атакуют, поэтому помощь судьи им была абсолютно не нужна. Я считаю, что этот вот третий забитый мяч в пенальти, это был поворотный момент в игре, после чего мы уже не смогли играть так хорошо, как должны были. Мы создали несколько моментов, опять же, Краснодар создавал моменты против нас, но, тем не менее, вот именно вот этот вот пенальти, это поворотный момент в игре. Скажите, пожалуйста, ну, было ли для вас сюрпризом, то, что Краснодар после счета 3-1 не уйдет в оборону, а наоборот выпустит атакующих игроков? Нет, я не был этим удивлен, и на самом деле вчера на предматчевой конференции мне сказали, что бык это атакующий бык, поэтому стиль атаки, он очень присущ этому быку. Мы тоже много атаковали на самом деле, нам просто не везло, попали в штангу один раз, поэтому считаю, что моя команда атаковала так же много, как она и защищалась.